Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика» в студии Татьяна Трофимова. О главных новостях в Чувашии прямо сейчас. Приоритетные задачи. Программа комплексного развития сельских территорий поможет малым населенным пунктам. Большое интервью с балериной. В Москве состоялась презентация книги о Надежде Павловой. Живые уроки. Ученики столичных школ прошли по маршруту, обозначенному в новом путеводителе. Проблемы малых населенных пунктов в большинстве своем одинаковы. Отсутствие газа, нехватка питьевой воды, свалки бытового мусора. Обо всем этом шла речь на встрече заместителя председателя кабинета министров Чувашской республики, министра сельского хозяйства Сергея Артамонова с жителями Чебоксарского района. Жители деревеньки Бичкосы, Варпосе и Большие Котяки уже много лет пытаются решить проблемы водоснабжения. Сельчане не могут провести водопровод в свои дома. Для того, чтобы приготовить еду или сделать уборку, люди ходят к колодцам или даже заказывают воду из ближайших населенных пунктов. Нам хочется иметь и стиральную машину, и чтобы вода из крана шла, чтобы молодежь оставалась. Мы же недалеко от города живем, но, к сожалению, много пожилых. Им же тоже надо быт свою обустраивать. Нас спасет только уже современная водонапорная башня. Проблемы пытались решить еще 12 лет назад, но довести дело до конца не удалось из-за нехватки финансов. В ближайшее время однозначно по тем населенным пунктам, где есть проекты с экспертизой, эти проекты рассмотрит Совет по инвестиционной политике и примут решение, я думаю, многие проекты реализовать уже можно в этом году. Такие проекты есть еще в Шумерлинском районе, в Янтиковском районе, в Красночитайском и Мариинско-Посадском районах, где народ собирал, проектировал за свой счет, поэтому эти проекты будут поддержаны в первую очередь. Жители села Ишлея беспокоят другой вопрос – газификация. Шесть лет живем, вообще ничего нет. Мы куда только не обращались. Инициативное бюджетирование, и программы разные. Я спрашиваю теперь, проекты на что есть? Проекты с экспертизой на что есть? У нас была проектная документация, на газификацию была, но, к сожалению, рабочий был он у нас, но все сроки прошли, но сейчас вот все по новой нужно делать, сказать. Однозначно, сейчас надо готовить общую заявку, готовиться туда. Вы можете к нам заявиться на проектирование, но точно поработать можно. Если пока проекта нет, если сами не соберете, в следующем году это только будет. Помимо этого, решить проблемы населенных пунктов в вопросах обустройства инфраструктуры, строительства дорог и благоустройства поможет государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской республики». Ольга Семенова, Виктор Степанов, Республика. Разговор продолжился на традиционном агрочасе. Пожароопасный сезон, развитие проекта школы-фермера, проблемы водоснабжения. За час на прямую линию поступило большое количество звонков. Жители сразу нескольких районов республики бьют тревогу. Опасный сорняк Борщевик-Сосновского активно распространяется по всей республике. Сейчас он захватил уже 300 гектаров земли. На его уничтожение из республиканского бюджета выделили 8 миллионов рублей. Самые большие площади обнаружены в Яльческом, Батыровском, Порецком, Мариинско-Посадском и Адресском районах. Злостный сорняк интенсивно распространяется по рослым рек. Также его можно увидеть на заброшенных землях, обочинах дорог. В последние годы Борщевик перемещается на приусадебные участки. Уничтожать опасный сорняк нужно в три этапа – весной, летом и осенью. Прополоц, выкопать корни и обработать специальными средствами для эффективной борьбы используют механические, химические и агротехнические методы. Многие жители республики присылали свои обращения заранее на почту. Так, например, Татьяна Архипова и Николай Григорьев интересуются программой школы фермера и спрашивают, будет ли она работать дальше. Первые участники школы фермера уже закончили учебу, прошли двухмесячные курсы. 27 человек, 27 фермеров поучаствовало. Осенью второй поток однозначно будет набор. Такое желание есть, можете поучаствовать. Вопросы задавали и по видеосвязи. В нашей населенной пункте деревни Мельчин проблема водоснабжения 1970-х годов построена. Часто ломается. Для решения проблемы в 2008 году администрации выбора сделан проект по водоснабжению активного участка населения. Данный проект не реализуется до настоящего времени. Просит помочь. Нужно 17 миллионов рублей денег для того, чтобы реализовать ваш проект. Но главой поставлена задача в этом году уже начать реализовывать такие проекты. Поэтому у вас есть все возможности. Мы ждем от вас качественно подготовленный документ, чтобы быстрее выделить деньги и довести до вас. Все обращения фиксируются. И даже если вам не смогли ответить в ходе прямой линии, обязательно ответят позже. Юлия Важенина, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика. Трагедия в Казани вновь подтвердила. Безопасность образовательных организаций должна быть под постоянным контролем. Об этом говорили на совместном заседании Антитеррористической комиссии и оперативного штаба Чувашской Республики. В школах и детских садах Республики регулярно проводятся проверки по антитеррористической защищенности. Все образовательные учреждения столицы Республики оснащены системами видеонаблюдения, тревожными кнопками и системами оповещения. По итогам заседания выработаны дополнительные меры, направленные на совершенствование системы безопасности. Особое внимание члена комиссии рекомендует уделить оперативному мониторингу угроз в интернете и психологическому сопровождению учащихся. Кстати, накануне на заседании Госсовета Чувашии предложили охранять школы силами Росгвардии или частных охранных предприятий. На это необходимо более 100 миллионов рублей. Сегодня в режиме видеоконференц-связи прошло совещание министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу с главами регионов по вопросу создания центров военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». В новых учебно-методических центрах будут реализовываться передовые педагогические идеи и образовательные технологии в сфере начальной военной подготовки будущих защитников Отечества. На данный момент в России открыто 27 площадок «Авангард». В ближайших планах открытие еще 36 объектов, в том числе и в Чувашии. В Большом театре в Москве прошла презентация книги «Надежда Павлова. Большое интервью с балериной». Наша землячка, знаменитая на весь мир балерина, сегодня редко общается с журналистами, но ради этого события сделала исключение. Феномен «Надежды Павловой» пытались разгадать многие. В 15 лет она получила первую премию Всесоюзного балетного конкурса. В 17 – Гран-при Международного фестиваля. В 19 – стала солисткой Большого театра, а в 28 – самой молодой народной артисткой СССР. Она блистала на всех престижных подмостках во всем мире. Ее окружали слухи и легенды, но сама балерина не любила рассказывать о себе и о своей жизни. Она впервые так подробно, сама «Надежда Павловой» рассказывает о жизни, о каких-то важных профессиональных моментах. Естественно, мы касались в большей степени профессии, но в каком-то смысле биографии и, может быть, того как раз важного, что не зависит от эпохи. Помимо интервью самой балерины, в книгу вошли воспоминания и отзывы о ней, ее педагогов, партнеров, учеников, восторженных зрителей. Огромное количество фотографий, но практически все старые и хорошо известные. И лишь после долгих уговоров «Надежда Павлова» согласилась на одну фотосессию. Для меня она как пушинка. Такое ощущение осталось, что она очень легкая, какая-то ранимая, вот такая немножечко трепетная. Министр культуры Светлана Каликова вручила нашей землячке памятную медаль, посвященную 100-летию Чуваши. У республики богатая история, и одна из самых ярких страниц вписана великой балериной. На родине Надежды Васильевну помнят и любят, и надеются на сотрудничество. Ну, подумать просто, конкретно какие-то дела сделать, и оживить как-то культурную жизнь своей Чуваши. Давно там не была очень. Что же касается книги о великой балерине, то она непременно дойдет до Чуваши. Об этом стороны уже договорились. Книга, посвященная Надежде Павловой, большое интервью с балерины, она вышла действительно ограниченным тиражом. Тысячи экземпляров. Вышла она в конце 2020 года, и на сегодняшний день практически не осталось. Книг в продаже. Но мы провели переговоры с издательством, и в ближайшее время будет издано порядка 200 книг, дополнительные тиражи для библиотек Чуваши. Елена Гальперина, Юрий Марков, Республика, из Москвы. Никто не забыт и ничто не забыто. В Кугейской общеобразовательной школе-интернате для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья открылся музей боевой и трудовой славы. Здесь можно увидеть архивные фотографии прадедушек и прабабушек учеников школы, их награды, а также предметы военного времени. Отдельную экспозицию составляют работы ребят. Музей обустраивали в течение года. Педагогам и ученикам помогли сотрудники Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования. Мы продолжим дальше насыщать экспозиции. Сейчас очень много интерактивных материалов, документальных материалов. И обязательно здесь должен быть, на мой взгляд, монитор, который бы в постоянном режиме демонстрировал бы вот эти документы. В Чувашском государственном педагогическом университете имени Ивана Яковлевича Яковлева состоялся круглый стол по итогам работы поискового отряда вуза в рамках Всероссийской вахты памяти 2021. На мероприятие побывала и наша съемочная группа. Поисковые работы в этом году велись в Ржевском районе Тверской области. Это 15-я экспедиция поискового отряда «Память». В течение 15 лет поисковики выезжали на экспедиции в Смоленскую, Калужскую, Ленинградскую, Тверскую области. Руководит отрядом Николай Мясников. Бойцы находились под Ржевом с 26 апреля по 9 мая. Поиски и захоронения погибших в годы Великой Отечественной войны защитников Отечества ведутся до сих пор. Для студента факультета истории управления и права Степана Жигулича экспедиция была первой. Молодой человек, давно увлекается военной историей и побывать в местах былых сражений для него было давней мечтой. Больше всего, разумеется, мне запомнилось, как мы подняли 5 полных бойцов. За все время экспедиции мы подняли их 33. Я считаю, что мы занимаемся самым настоящим великим делом, так как это важно для истории нашей страны. У нас первые находки были в первый день. Отряд память Чувашского государственного педагогического университета имени Яковлева один из лучших в Чувашии. Конечно, каждый отряд имеет свою особенность. Какой-то отряд готов по своей подготовке, по подготовке руководителя, по опыту, готов уезжать вместо бывших боевых действий на раскопке, например, отряд медуниверситета. А какие-то отряды, они пока работают у себя в местности, в своем микрорайоне, в своей деревне. И это тоже очень хорошо. Многие руководители школьных поисковых отрядов – это выпускники педагогического университета. Именно они передают интерес к истории ребятам. И неважно, история ли это страны или своей деревни, села. Без преемственности поколений трудно говорить о патриотизме. В основе поискового движения, конечно, составляют неравнодушные к судьбе нашей истории, судьбе своих предков люди. И вот из-за этого особые слова благодарности. Я понимаю вашу заинтересованность найти бойца, найти историю его. Но не всегда это удается. Но в любом случае, ваш труд, он вне зависимости от того, что удалось, не удалось, он очень значим. Отряд «Память» Педуниверситета имени Яковлева постоянно пополняется новыми бойцами. После каждой поездки музей поискового отряда расширяет экспозицию за счет очередных раритетов военного времени, привезенных с вахтой памяти. Ульяна Пятакова, Александр Отяков, Республика. Проект «Живые уроки» интересен тем, что позволяет школьникам воочию увидеть памятные места, сыгравшие большую роль в истории. В год 80-летия трудового подвига строителей сурского и казанского рубежей ученики столичных школ уже подготовили сборник воспоминаний участников тех событий. Следующим шагом стало создание путеводителя. Наша съемочная группа вместе с ребятами прошла по основному маршруту, зафиксированному в уникальном туристическом издании. Дина Арсеньевна Белова живет в деревне Сареева. Этой весной она перешагнула 90-летний рубеж, но память ее хранит главные жизненные вихи. Детства, как она говорит, у ней не было. Война началась, ребята. Мне было 10 лет, 11 год шел. Прием из школы, надо работать. Родители основные, сестры, братья работали на рубеже защиты. Делали эти окопы и противотанки рвы. Наша задача у детей была готовить к их приходу дрова топить. То время топили дома дровами, а воды дома не было в деревне. Надо было на речку идти. Строительство оборонительных линий шло в тяжелых условиях. Не хватало еды, теплой одежды. Многодетная семья Дина приняла на посты еще и жителей Саликовского района. Мороз тогда 40-41 градус. Приходят мерзлые, ночуют, утром опять. Утром обычно наша мама, моя мама вставала в 3 часа дня ночи. Топила печку, варила, завтрак, поставила на обед, на ужин. Они покушали, уходили копать. Вот так было. Здесь, на мемориале, навечно запечатлены именно тех, кто сражался за родину. Родной брат Дина Арсеньевна тоже ушел на фронт. Тогда ему было 20. Домой он уже не вернулся. Он как-то в этом говорил, перед тем, как уйти на фронт, не миновать войны. Его хотели забрать. Думали, морфлот на 7 лет тогда. 7 лет было в морфлоте. Мать плачет. Сынок, я дождусь ли тебя на столько лет. А он обнял мать и говорит, мама, может быть, еще 7 дальше дождешься ли ты меня? Рассказ ветерана ребята слушали, затаив дыхание. История Дина Белова и других участников тех событий вошли в сборник воспоминаний. Очень хочется, чтобы эта книга стала тоже для вас своего рода, наверное, данью уважения к тем людям, которые погибли. К тем моментам, которые вы смогли превозмочь силой своего характера, мужества. То, что вы воспитали не одно поколение патриотов. Школьники гимназии номер один, члены поискового отряда «Искра» прошли по местам легендарного строительства. Живой урок надолго останется в их памяти. Меня впечатлило то, что у них была только одна цель – построить этот рубеж, трудиться на все, чтобы наш народ выиграл эту войну. У них не было другой мечты. На уроках мы сидим, получается, историю изучаем по учебникам. А когда приезжаешь сюда, здесь у тебя море впечатлений и все больше запоминается. Я хочу поделиться впечатлением своими родственниками, друзьями, чтобы сюда приезжали побольше людей. Вспоминали не только 9 мая, а каждый день помнили. Издание еще будет дорабатываться и дополняться. Мы здесь изложили саму карту, фотографии для того, чтобы школьники могли посмотреть, могли сориентироваться по тому району, куда они едут на живые уроки. Путеводители очень удобны в том плане, что мы постарались обозначить все важные точки по строительству Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Ну и является, мы считаем, настольной книгой для каждого школьника республики. Планируется также сделать QR-код, чтобы, двигаясь по маршруту, можно было бы получать дополнительные сведения. По замыслу инициаторов от этого выиграет и внутренний туризм. Я надеюсь, что Ильина Гора станет своего рода местом, где будет действительно проходить реконструкция тех событий. Я думаю, что все-таки мы сможем восстановить вот эту линию обороны. И хотелось бы в этом году вместе с Минобразованием здесь сделать фестиваль поисковых отрядов, студотрядов. У костра сидя, да, вспоминать, приглашать, если, дай бог, как бы останутся те люди, кто еще участвовал в тех событиях, приглашать их тоже на эти исторические встречи. В планах сделать фестиваль ежегодным, приглашать на него поисковиков со всех регионов. В рамках жилого урока ребята также побывали в парковом мемориальном комплексе в деревне Яровой Косы. Наталья Мальчикова, Андрей Шоклев, Республика. Это главные новости Чувашии в пятницу, 14 мая. Хороших вам выходных! Субтитры подогнали Симон.